МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День республики в студии Чингис Тихонов и сегодня в выпуске. Сохраним природу родного края. Увеличен период экологического патрулирования мест произрастания тюльпанов. В поселке Приманочек и Брульского района открыли новый детский сад. Все работы выполнены под ключ. Государственный хор Калмыкии примет участие в фестивале Благодатный огонь. В разгаре подготовка к фестивалю тюльпанов. Активное участие в нем примет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Как известно, глава Калмыкии Батухасиков обратила особое внимание на необходимость тщательной проработки экологической повестки мероприятия, чтобы фестиваль мог стать действенным инструментом сохранения тюльпанов и экологии нашей степи. В этой связи Министерство природы увеличило период экологического патрулирования, которое начнется уже в конце этой недели и будет осуществляться непрерывно до начала мая. К участию в патрулировании также будут привлечены общественники и волонтеры. Кроме того, в планах провести разъяснительную работу и контроль за соблюдением природоохранного законодательства будет усилен. Данные мероприятия начнутся уже в конце этой текущей недели и будут осуществляться непрерывно до начала мая, то есть окончания цветения тюльпанов. Ведь из-за незнания или нежелания соблюдать запреты на сбор редких и краснокнижных видов, местные жители и туристы срывают первоцветы, нанося тем самым непоправимый вред популяциям. К участию в патрулировании также будут привлечены общественные инспекторы, министерства и волонтеры. Кроме того, Минпрода Республики Калмыкия обратилась в районное муниципальное образование с просьбой поддержать экологическое патрулирование в местах массового произрастания тюльпанов в наших районах. Напомню, фестиваль тюльпанов пройдет на территории Целиного района, где будут развернуты калмыцкий хатон, город мастеров, фудкорт, спортивные и культурные зоны. Жители республики, а также многочисленные гости и туристы смогут не только насладиться красотой природы, но и познакомиться с национальным бытом народа. Ни разу не была, вот ни разу не попала и всегда жалею, а люди всегда хвалят и рассказывают, что очень все организовано и очень все хорошо. В этом году вот мечтаю. Но мне кажется, во-первых, нигде нет такой степи, как у нас. Мне почему-то кажется, что вот именно наша майская, апрельская степь, красивее ее нет ничего на свете. Я всегда всем своим родственникам, которые живут где-то далеко, я всем говорю, приезжайте к нам в мае. Вот у нас степь ни с чем не сравнимая. Туристы, приезжая к нам, они бывают поражены нашей кухней, и у многих складывается хорошее впечатление. Поедем с друзьями, с родителями на фестиваль тельфанов. Хочу сказать, чтобы все берегли природу. Ну, я думаю, прежде всего, мы сами не должны их рвать. А на моей памяти всегда рвали, не задумывались. И в школе этому не учат. Почему? Ну, я не знаю, почему нам в школе не говорили. Только стал взрослым человеком, я узнала, что их нельзя рвать. В поселке Приманочек и Бурульского района открыли новый детский сад. Объект возведен в рамках национального проекта «Демография». Просторные помещения обставлены мебелью, мягким инвентарем, посудой. Есть все для занятий творчеством и физкультурой. Обустроены также и игровые площадки. Слово Полине Бевиновой. Сегодня у жителей поселка Приманочь большая радость. Здесь открывают новый детский сад. Это стало возможным благодаря региональному проекту «Содействие занятости женщин» созданию условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в рамках национального проекта «Демография». Всего на строительство социального объекта было предусмотрено 39 миллионов рублей. Жительница Приманочья Татьяна Хухачева воспитывает троих детей. Ее дочь Эльта вместе с почетными гостями праздника приняла участие в торжественной церемонии перерезания красной ленты. Молодая мама признается, что открытие нового светлого и уютного детского сада, отвечающего всем современным требованиям, событие долгожданное и радостное. Садик очень классный. Нам нравится. Шикарный такой садик построили. Молодцы вообще. Мы очень рады, что именно в нашем поселке. Потому что у нас семья большая, трое детей, поэтому я очень рада. И радоваться действительно есть чему. В учреждении созданы достойные условия для пребывания и развития ребят. Просторные светлые коридоры и группы, тёплые полы, горячая и холодная вода, удобные санузлы, новая яркая мебель и инвентарь, современная кухня и оборудование. Как отмечает застройщик, здесь детям будет по-настоящему комфортно. Все нормы в проекте были учтены в части утепления. Тёплый пол везде в группах заложен изначально, чтобы детишкам было комфортно. То есть довольно-таки добротное, качественное здание получилось. Яркое, красочное. Надеюсь, что деткам будет здесь комфортно и только будут улыбки на их лицах. Предусмотрены резервуары и пожарные, и под питьевой водопровод. Вода привозная ввиду отсутствия в посёлке. Резервуары заложены были, они реализованы. Станции подачи воды стоят, большие два бойлера. То есть всё работает, функционирует в полноценном режиме, как и в городах, так и здесь. Комфортная обстановка в новом детском саду создана не только для детей, но и для сотрудников. Воспитатель Лидия Авадаева, как и весь коллектив детского сада Харада, с нетерпением ждёт, когда эти светлые помещения наполнятся детскими голосами. Для нас это прям очень большое, радостное событие. Мы очень долго этого ждали. Дети очень долго этого ждали. Ну, я считаю, что в таком саду нас ждут только самые счастливые моменты. Работать очень будет приятно, мы прям все в предвкушении. Я считаю, что работа будет у нас плодотворная. Действительно, первое впечатление было, когда только стоило переступить порог этого сада, лично у меня сложилось такое впечатление, что я попала в какую-то сказку. Красота, ну, просто неописуемая красота. Всего детский сад рассчитан на 50 мест. В самое ближайшее время посещать дошкольные учреждения будут около 20 дошколят. Поздравить коллектив с открытием приехал министр образования и науки Эрни Баринов, руководство района и села. По словам Эрни Васильевича, по этой же программе в нынешнем году в республике появится ещё один детский сад в селе Троицкое. На сегодняшний день в рамках национального проекта «Демография» до конца текущего года планируется введение дополнительных мест, дошкольных мест в пределах 800. В этом году мы также запланировали строительство садика в целинном районе в селе Троицкое на 30 мест. Запланировано в пределах лимитов и бюджета около 20 миллионов рублей на строительство садика в селе Троицкое. Появление учреждения образования на селе – знак того, что жизнь в небольших населённых пунктах продолжается. Постепенно сюда приходят современные технологии, растёт качество жизни. И пока здесь живут дети, у сельской глубинки есть будущее. Полина Бевинова, Чиро Бушаев, информационная программа «Де республики». В Калмыкии, согласно последним данным Минздрава, зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусом. В тяжёлом состоянии находится 11 пациентов, из них трое на ИВЛ. Один скончался, выздоровел 31 человек. 206 – на лечении в инфекционных больницах. В режиме домашней изоляции – 571 жителей республики. Сотрудники МЧС Калмыкии приняли участие во всероссийских учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Сегодня, в третий день крупных командно-штабных тренировок, ликвидировали природные пожары на территории лесного фонда. По легенде, в региональную диспетчерскую службу «Калымлеса» поступило сообщение о том, что на территории Лестинского участкового лесничества обнаружено возгорание сухой растительности на площади примерно 300 квадратных метров. Обстановка на месте пожара усложнилась усилением ветра в западном направлении. Это стало причиной распространения площади огня до 5 гектаров. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений локализовать огонь сотрудники «Калымлеса» пытались самостоятельно. Однако, собственных сил им не хватило. К тому же, в ходе тушения лесного пожара одному из работников понадобилась помощь спасателей. На носилках пострадавшего доставили в карету скорой помощи для оказания дальнейших реабилитационных мероприятий. Свою посильную помощь в борьбе с огнем оказали казаки-добровольцы. Благодаря оперативным совместным действиям пожар удалось ликвидировать. Совместные учения нужно проводить не только ежегодно, но почаще, я думаю. Отработали сегодня взаимодействие с пожарными, со всеми службами. Я думаю, учения прошли на пять. Задействовано было два трактора с полугами, водораздачек, малолесные комплексы, два штучки. Ну, справились быстро с поставленной задачей. С наступлением пожароопасного сезона пожары, конечно, в республике бывают, довольно-таки серьезные. Серьезные, выгорают большие площади степи и приводят к нарушению экологии. При пожарах на первом этапе сил и срез зачастую недостаточно. Поэтому пожар развивается, достигает больших размеров. А в последующем уже привлекаем силы сезона, дополнительные в том числе от МЧС России, и проводим тушение пожара. Государственный хор Калмыкии имени Цибекова примет участие в ежегодном фестивале «Благодатный огонь», посвященном празднику Пасха. Традиционно он проходит в Кисловодске. Наш коллектив примет участие в открытии фестиваля 1 мая. Наряду с нашими хористами выступят филармонический хор имени Сафонова, заслуженный артист России Андрей Диев, дирижер Дмитрий Зботинис и другие. По словам художественного руководителя, дирижера филармонического хора Алины Мухамеджановой, в Элисту она приехала, чтобы отработать программу с калминскими артистами. На фестивале вокалисты исполнят кантату Сергея Танеева и он Дамаскин. Ее еще называют русским реквиемом. Мухамеджанова отметила, что выступление можно будет посмотреть как в зале, так и онлайн. Часто люди просто не могут попасть физически на концерт, а сейчас мы все можем услышать любую трансляцию с любой точки мира, собственно. И это, конечно, знаменательное событие не только для региона Кавказских минеральных вод, не только для самого Кавказа, но и для близорежащих республик. В свою очередь худрук хора имени Цебекова Ольга Сердякова отметила, что солисты хора имени Сафонова примут участие в музыкальном подношении «Тысяча музыкантов» в Центральном хоруле Калмыкии. Ориентировочное мероприятие пройдет 26 мая. Более того, когда снимут все ограничения и откроют залы, коллектив из Кисловодска проведет концерт в Элисте. Случилась встреча с Шаджин Ламой, и впереди у нас 26-е, примерно, рабочая дата поставлена на тысячу музыкантов, которые ежегодно проводятся. В прошлом году они провели, и это ощущается, как будто бы какая-то потеря. И очень решительно все настроены. Стартовал республиканский этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Мероприятие проходит в два тура. Сегодня начался отборочный этап по шести направления. Завершится студенческая весна галоконцертом 24 апреля в рамках празднования фестиваля тюльпанов. Победители и призеры представят Калмыкию на Всероссийском уровне. Далее подробности. Веселее же, гляди, народ! Погасите все свечи и фонари. Я сама на столбе фонарем зажгусь. Разгорайся, костер колдовской гори! Ну давай! Я же ведьма! Я не боюсь! Что молчите, и друг, и брат, затерявшись средь вранья? Или верите, как твердят, что колдунья и вправду? Я! Студентка четвертого курса Калмыцкого медицинского колледжа Айта Иванова увлекается литературой. Сейчас девушка завершает обучение и планирует поступать в Казанский государственный медицинский университет. Однако участие в отборочном этапе никак не вредит учебе. А даже наоборот, идет на пользу. Главное, правильно распределить свое время, найти свободное. Это помогает мне отвлечься от учебы, отдохнуть и разгрузить мозг свой. В театральном направлении участвует всего пять человек. Член жюри, заслуженный деятель искусств Калмыкии Владимир Маркин отмечает, что главное не количество, а качество выступлений и актерские способности. Не смущает ничто, не количество участников. Мне это главное, чтобы ребята достойно смогли представить нашу республику в Нижнем Новгороде. На финале этого конкурса я буду очень рад, если появятся такие таланты. Отборочный тур проходит в двух категориях. Профильные и непрофильные. К первой группе относятся студенты Листинского колледжа искусств и Венченкушова. Другая же категория – это студенты СУЗов и ВУЗов Калмыкии, которые не обучаются по творческим направлениям. Всего же республиканский этап в этом году собрал небывалое количество участников – более 300 студентов. Все они рассредоточены на разных площадках. Организаторы отметили, что конкурс проходит при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Мы наблюдаем большой прирост студентов. Все очень активно хотят принять участие. Все, наверное, устали от пандемии, хотят принять участие в таких очных мероприятиях. Сейчас мы насчитываем около 300 по разным направлениям. Мы еще считаем в счет коллективы. Отборочный тур продолжится завтра в Рио-Калмыкии. Свои работы студенты представят в направлении журналистика. В колледже Эскуд жюри будет оценивать хореографические постановки. Второй этап конкурса «Гала-концерт» состоится 24 апреля в рамках фестиваля тюльпанов. Ну а всероссийский финал студвесны пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая. Чингис Тихонов, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики». Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленые точки Ростелекома» и на официальном аккаунте в Instagram reacallum.ru. На этом у меня всего. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»